всем привет дорогие друзья приветствую вас на своем youtube канале сегодня хочу вам сказать еще одну небольшую новость которую мы узнали сегодня ну а пока у вас есть время пока я буду рассказывать подписаться на мой канал и конечно же не забыть поставить колокольчик чтобы не пропустить мое новое видео итак вчера я вам рассказывал да то что у нас закрыли академию многие будут закрывают связи до с тем что сейчас везде происходит так и помните меня был недавно до прямой эфир я проводил мы с вами много о чем разговаривали и там же я рассказывал о предстоящих моих концертах один концерт должен быть вот-вот в апреле в санкт-петербурге другой концерт должен был быть в москве и еще один концерт должен быть санкт-петербурге уже после москвы михайловском театре после чего я должен был лететь в италию также на гастроли и ребята сегодня все таки мы все узнавали звонили проверяли всю информацию с организаторами и прочими по поводу концертов санкт-петербурге их не будет то есть концерты мы ну как сказать не отменили наверное это неправильно сказать мы их переносим на осень отменять конечно же мы их не будем потому что программа у нас очень большая очень красивая это должен был быть вечер для фортепиано в четыре руки с моей лучшей подругой с которой мы учились и с которой мы дружим до сих пор вот сегодня мы созвонились с организаторами и долго разговаривали решили все-таки решили все-таки перенести наш концерт на попозже попозже казалось что это только получится скорее всего сделать осенью в начале осени скорее всего что это будет в сентябре ну потом уже ближе к делу я вам расскажу где чего это будет происходить но так как указа еще еще не было в том месте где мы будем должны были проводить концерт то есть он мог бы состояться но при этом всех зрителей конечно же нас должны были проверять тепловизором да вот этим не знаю правильно и назвал ли нет это штукой которая мерить температуру то есть при входе всех должны были проверять и все зрители должны конечно сидеть на концерте в масках и мы должны тоже играть за роялем в масках но мы подумали зачем нам этот риск нам это не нужно и в первую очередь конечно же мы подумали и решили концерт отменить и перенести на осень я считаю что безопасность прежде всего не только наша но и конечно же наших зрителей которые очень хотели попасть на наш концерт поэтому не расстраивайтесь концерт состоится но попозже так по поводу по поводу москвы москве мы должны были выступать в концертном зале зарядье все сейчас знают да что будет круглая дата дня победы мы готовили огромнейший проект очень много военных песен и прочего но ребята отмена отмена в связи с такой напряженной обстановкой я считаю что это тоже правильно дальше еще должен был быть концерт в михайловском театре с теми же самыми военными песнями с этим же самым огромным проектом концерт тоже отменен его не будет скорее всего что его точно ребята не будет поэтому рисковать мы конечно же не будем и никого подвергать так скажем риску не хотим я считаю что это правильно грамотное и разумное решение на данный момент так что еще должна была быть у меня поездка в италию в конце мая поездка естественно отменена поездки не будет тоже естественному как я уже говорил с гастролями мы ее отменили точнее не мы понятно да что сейчас все границы все это круче вот такая вот информация ребята напряженная немножко постановочка конечно но что делать нужно своих зрителей тоже беречь тоже беречь чтобы было у всех все хорошо и прекрасно ездили сегодня по делам сделали очень много дел ну конечно же не по работе так своих семейных вот потом сейчас вечером тоже съездил быстренько город по делам зашли еще с другом магазин за кстати зашли в пятерочку душонки мало крупы есть но очень очень мало ребята стеллажи пустые в основном где крупы находятся я так думаю что их выкладывают ну знаете не небольшой пачкой чтобы люди сразу хватали все подряд да а постепенно я считаю то что это тоже грамотно и разумно вот что еще удивило что на стеллаже нету соды то есть стояли две какие-то мятые пачки соды ребята вы что едите соду вы едите соду зачем зачем вам столько соды не понимаю вот это для меня как-то ребята очень понятно ну принципе а так продукты есть все есть пока что пока что в питере с этим все так можно сказать довольно таки спокойно не могу сказать не был ни ваша не в ленте мы были на прошлых выходных все еще было все нормально вот это то что вчера я был в океи да в океи ребята в крупах там конечно вчера творилось вообще не знаю как будто есть больше нечего кроме этих круп мне кажется что даже у многих людей круг крупы еще с прошлого года просто стоят неиспользованные потому что но не уходит крупы в таком количестве в огромном мне это кажется согласитесь напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу какие ваши мысли так что ну вот как то так не знаю мне кажется нужно ко всей этой ситуации относиться более спокойно без какой-то паники без какой-то боязнь не знаю без вот таких глаз по 5 рублей знаете что все все мое мнение не знаю я как-то спокойно к этому отношусь я знаю что все это пройдет думаю точнее так что все это пройдет и все будет хорошо всем главная гигиена ребята не устану повторять что нужно мыть руки обрабатывать нос даже тем же самым как же это называется сейчас скажу ребята хозяйственным мылом просто можете так на улицу пошли до куда-то мылом немножко помазали нос и все еще в порядке мыть и руки все будет прекрасно все будет отлично так что вот пока на сегодняшний день вот такая информация по поводу концертов и прочего так что зрители которые до меня смотрят и эти зрители которые хотели прийти на наш концерт вы не расстраивайтесь концерт состоится но перенесем мы его на осень когда все более-менее утихнет когда ситуация уже будет разрешена и все будет хорошо все будут безопасности так что все впереди все будет хорошо надо в это верить все как-то так коротенький влог сегодня ничего ничего завтра постараюсь сделать очень вкусный рецептик выложу посмотрите думаю что очень вкусно будет должно платить получится по крайней мере но сегодня ребята у нас погода кошмар первую половину дня было все хорошо было 6 градусов тепла сегодня у нас на улице к вечеру где-то с часов с четырех с пяти ребята пошел сильный ливень и он идет до сих пор и он не прекращается вообще то есть вот он идет 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 на улице одна вода можно брать лодки и плавать просто не знаю вроде как завтра обещают что погода будет более положительная вроде дождя на завтра не обещает но посмотрим так что на сегодня все мои хорошие всего вам самого доброго прекрасного берегите себя своих родных и близких будьте здоровы до скорой встречи всем пока пока